Здравствуйте, это рубрика-колонка главного редактора в студии Дмитрий Нечаев. За последние сутки в России подтверждены более 5200 случаев коронавирусной инфекции. И это при том, что почти половина из них без клинических проявлений. Понятное дело, что это только осложняет ситуацию. Но нам уже есть, что этому противопоставить. И ниже я обязательно об этом скажу. А сейчас о ситуации с заболеваемостью в нашем регионе. У нас за сутки подтверждено 27 новых случаев коронавирусной инфекции. Причем большая часть инфицированных вообще без симптомов болезни. Все заболевшие, конечно, изолированы и находятся под наблюдением медиков. Меры профилактики применяются и к тем, кто контактировал в последнее время с вирусоносителями. Я напомню, что всего на настоящее время в нашем регионе подтверждено 356 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 15 заболевших выздоровели и выписаны. Это данные оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области. Теперь о том, что медики могут противопоставить вот этой новой пандемии. Для выявления бессимптомных носителей вируса в нашей области увеличены объемы тестирования на коронавирус примерно в 5 раз. Значительно повысилась скорость подтверждения результатов обследований. В регионе протестировали уже без малого 20 тысяч человек. Пока с этим вопросом у нас дело налажено. Оно налажено даже чуть лучше, чем у некоторых других регионов России. Ну и вот, кстати, сегодня глава Кабмина Михаил Мишустин оценил готовность медучреждений к борьбе с коронавирусом в субъектах Российской Федерации, включая вопросы обеспеченности медорганизаций всем необходимым оборудованием. Председатель правительства напомнил, что глава государства дал соответствующее поручение, и правительство определило срок исполнения, как мы помним, до 28 апреля. При этом Мишустин также отметил, что результаты, которые есть на сегодняшний день, вряд ли можно признать удовлетворительными. А еще глава Кабмина рассказал, что в некоторых субъектах России складывается непростая ситуация с обеспеченностью медорганизаций средствами индивидуальной защиты и оборудованием. Ну и мы, конечно, сразу проанализировали ситуацию в нашей Тверской области. И вот, что мы выяснили. На 35 предприятиях региона сейчас налажено производство средств индивидуальной защиты. Они производят антисептики, шьют медицинские костюмы, халаты, делают бахилы, медицинские перчатки. Также налажено производство респираторов и масок. Более 160 тысяч в сутки. Вчера, кстати, мы рассказывали об известной тверской компании Здоров, которая тоже оперативно перепрофилировала свое производство и выпускает льняные маски с бактерицидной пропиткой. Это такая вкладка для повышения степени защиты. И сегодня их, кстати, очень охотно раскупают в аптеках нашего города. Вопрос перепрофилирования предприятий под актуальные нужды обсуждался вчера и на заседании областного оперативного штаба по предупреждению коронавируса. А еще было закуплено 10 аппаратов искусственной вентиляции легких для городских больниц, в частности, для больницы номер 6 Твери. Идет уже сейчас их монтаж. Ранее в шестую больницу также были поставлены аппараты искусственной вентиляции легких и еще три аппарата направлены в областную клиническую больницу. Ну и всего сейчас в распоряжении тверских медиков имеются 54 аппарата. На станцию переливания крови, кстати, поступил новый стерилизатор. Кроме того, в областную клиническую больницу был поставлен аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации. Простым языком это такое устройство для насыщения крови кислородом при развитии тяжелой острой дыхательной недостаточности. Но, пожалуй, самая главная задача сейчас это даже не лечение, а предотвращение распространения пандемии. И вот в этой связи Роспотребнадзор заявил, что через полтора месяца начнется массовое тестирование на антитела к коронавирусу. В первую очередь, конечно, тесты на антитела будут делать людям из группы риска. Это медицинским работникам, пенсионерам, ну и, конечно, тем, кто контактировал с заболевшими. Ну а теперь, пожалуй, отвечу на ваши вопросы, которые вы задаете нам на горячую линию по телефону 341 341. Итак, первый вопрос. Почему в нашем регионе число заразившихся растет, а ужесточение мер самоизоляции не принимается, спрашиваете вы? Я вам напомню, что в Тверской области 17 марта введен режим повышенной готовности, приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок. Жителям и гостям нашей области рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте. Ну а пожилым гражданам рекомендовано и вовсе продолжать оставаться дома и отлучаться только в магазины и аптеки. Ну либо для выгула домашних животных и выноса мусора, как вы знаете. Мы еще раз повторяем, что это самые эффективные меры. Другой вопрос. Насколько ответственно они соблюдаются? И это, наверное, уже вопрос к нам с вами. Еще вопросы. Можно ли выезжать на своем автомобиле на дачу людям старше 65 лет? Ну это вот тоже относится и к первому вопросу. Подумайте 10 раз, нужно ли вам это, стоит ли рисковать. Но при этом мы понимаем, что уж если вы решили таким образом самоизолироваться, уехать на дачу, то в принципе вы можете это сделать. Вот в этом плане мне очень нравится та рекомендация, которую дал губернатор нашего региона Игорь Михайлович Рудень. Он сказал, что действуйте сообразно логике, сообразно целесообразности вот этих мер. И третий вопрос. Вот этот вопрос можно в него объединить сразу целую группу обращений. Вообще очень много поступает от вас вопросов на горячую линию. Люди спрашивают о том, как вернуть деньги за проездные, которые не были использованы за апрель. Также как позвонить в транспортную компанию, чтобы узнать про использованные проездные за апрель и так далее. Ну здесь очень много вопросов. Мы их уже объединили в одну группу, как я уже сказал. И обязательно с этими вопросами, с разъяснениями обратимся в региональный Минтранс. И обязательно вас об этом проинформируем уже в ближайшие дни в наших выпусках новостей. Так что следите за ними обязательно, и вы узнаете эту информацию. Каждый день все больше и больше людей призывает веричей соблюдать режим самоизоляции и оставаться дома. Ибо уже доказано, что это самая эффективная мера в борьбе с распространением пандемии. И мы тоже полагаем, что к их мнению как никогда стоит прислушаться. До встречи в эфире. Субтитры сделал DimaTorzok